МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Сегодня мы продолжим рассказ об истории биржи, которую называют чувствительным барометром капиталистической экономики. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вернемся на Амстердамскую биржу начало 17 века. В это время в Нидерландах бушевала своего рода лихорадка обогащения. Но не золотая, а тюльпановая. Историки прозвали этот бурный период тюльпаноманией. А началось все с того, что осенью 1562 года в гавань Антверпена вошел корабль с грузом из Турции. Получатель товара, некий голландский купец, обнаружил луковицы неведомых растений среди роскошных восточных тканей и одежд. Похоже, что турецкий партнер просто хотел сделать своему коллеге приятный сюрприз. Однако голландец решил, что это какой-то особенный сорт репчатого лука. Несколько луковиц он съел на ужин, поджарив их на сковородке. А вот остальные просто сунул в огородную грядку. По весне на ней взошли мясистые стебли, увенчанные красными и желтыми бутонами. Появившиеся на голландской грядке тюльпаны казались европейцам того времени невиданным чудом. Из Нидерландов тюльпан попал во Францию. В 1610 году изысканный цветок вошел в моду при дворе Людовика XIII. На свадьбе молодого короля в 1615 году все придворные дамы украсили себя тюльпанами. Затем из Парижа тюльпановая мания стала быстро распространяться по другим столицам Европы. Этот цветок оставался редкостью и предметом роскоши. А в самих Нидерландах он превратился в мощное средство обогащения. В торговлю тюльпанами включились все слои населения, а их разведение стало сверхдоходной профессией. И понятно почему. К примеру, к 1635 году была зарегистрирована продажа 40 луковиц тюльпанов за 100 тысяч флоринов. А тонна масла в те времена стоила порядка 100 флоринов. Опытный ремесленник зарабатывал за год 150 флоринов, а 10 жирных свиней шли на рынке за 240 флоринов. Так что цены на тюльпаны были просто астрономические. Дешевле было купить картину с изображением тюльпана в кисти знаменитого мастера натюрморта Яна Давидса де Хэма, чем луковицу, запечатленного на ней первообразом. Цены на вожделенные цветы росли, как на дрожжах. Это подбивало многие семьи из среднего и бедного слоев общества играть на бирже по продаже тюльпанов. Чтобы купить луковицы и перепродать по более высокой цене, закладывались дома, состояния и предприятия. Продажи и перепродажи производились множество раз, а луковицы в это время даже и не вынимали из земли. Тюльпановый вексель стал ничем иным, как фьючерсным контрактом, при котором ни продавец, ни покупатель не знают, получат ли они в будущем прибыль или понесут убыток. А 3 февраля 1637 года тюльпаномания в Голландии кончилась. Биржевой пузырь лопнул. А произошло это так. В тот день в Харлеме проходил рядовой тюльпановый аукцион. Кстати, харлемская биржа располагалась в ту пору в таверне. На торги был выставлен 1 фунт луковиц недорогого сорта «Белая корона». Еще накануне за этот лот завязалась бы нешуточная борьба. Но в тот день, по странному стечению обстоятельств, желающих обладать цветочным сокровищем не оказалось. Аукционист дважды снижал цену, но маклеры за своими столами невозмутимо потягивали пиво. Внезапно до них дошел смысл происшедшего. В зале высорилась мертвая тишина. И уже секунду спустя все заголосили разом. Тюльпановладельцы и биржевые маклеры поняли, луковицы надо продавать немедля. Но поскольку эта идея пришла на ум всем игрокам одновременно, то продать в этот день никому ничего не удалось. Торги закрылись, так и не начавшись. Началась биржевая паника, и всего за одну ночь тысячи голландцев были разорены. Спустя несколько дней паника охватила уже всю территорию Нидерландов. Цены не просто упали. Сверхвыгодный тюльпановый рынок перестал существовать, будто его и не было. К концу 1637 года цены упали как минимум в сто раз. По сути, это был крах целой отрасли торговли. Для того времени этот обвал на голландских биржах Амстердама, Роттердама, Харлема и Лейдена имел колоссальный масштаб. С ним в исторической пропорции даже не может сравниться крах Нью-Йоркской фондовой биржи 1929 года, с которого и началась печально знаменитая Великая депрессия. Но, так или иначе, Амстердамская биржа начала 17 века стала главным полигоном спекулятивных технологий. Торги приобрели характер свободной игры, которую часто вели ради самой игры. Сформировался класс профессиональных игроков. В чьих ловких руках игра на акциях могла обеспечить немалые доходы. Рисковая игра позволяла спекулировать, даже не имея на руках ни акций, ни денег. Весьма образно характер этих игр описал в своей книге «Путаница». Путанец Хосе де Лавега – испанские евреи из Кордовы, бежавшие от религиозных преследований в Амстердам. В этом трактате, увидевшем свет в 1688 году, читаем, к примеру, следующее. Сельдь продавали загодя к определенной дате, еще до того, как она бывала поймана. Зерно и прочие товары – до того, как зерно созрело, или товары были получены. К началу 18 века центром торговли стал Лондон. Еще с 1695 года Лондонская Королевская биржа начала осуществлять сделки с государственными бумагами и акциями. К 1700 году биржа ценных бумаг, которой было тесно на Королевской бирже, обосновалась напротив на знаменитой лондонской улочке Exchange Alley. Различные кафе на этой улочке были центром спекуляции в сделках на срок. Или же, как тогда говорили, скачек Exchange Alley. Так, например, кафе Герой и Джонатан служили местом встреч маклеров, занимавшихся государственными акциями и фондами, в то время как специалисты по морскому страхованию посещали кафе Эдварда Ллойда, а дельцы по страхованию от пожаров кафе у Тома или Карси. Exchange Alley, как писал один памфлетист с начала XVIII века, можно было пройти за полторы минуты. Но крохотный этот мирок, набитый до отказа в часы пик, со своими завсегдатаями, своими взволнованными группками людей, был гнездом интриг и центром могущества. 25 марта 1748 года пожар, начавшийся в лавках изготовителей париков, уничтожил квартал Exchange Alley и многие ее знаменитые кафе-биржи. А с 1791 года началась история бирж на североамериканском континенте. Тогда возникла первая фондовая биржа в Филадельфии, а в следующем году 24 нью-йоркских брокера подписали знаменитое соглашение под Платаном о создании Нью-Йоркской фондовой биржи. Этой бирже было уготовано сыграть ключевую роль в истории американского капитализма во второй половине 19-го начале 20-го века. И по сей день Нью-Йоркская фондовая биржа наряду с Лондонской, Токийской и Франкфуртской остается крупнейшим барометром неспокойного рыночного хозяйства во всем мире. Миллионы людей азартно играют на росте и падении курса ценных бумаг. Хотя можно было бы и прислушаться к отрезвляющему совету Марка Твена. От спекуляций на бирже следует воздержаться в двух случаях. Если у вас нет средств и если они у вас есть. Это была программа «Обыкновенная история». Обыкновенность повседневна. До скорой встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова